спаси христос мир всем с миром принимаем царь небесный утешитель дух истины ты везде есть весь мир наполняешь сокровищница благ и жизнеподатель приди вселись у нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благой души наши господи просим тебя благослови наше занятие не допусти нам уклониться ни направо не налево от истинного понимания смысла пребудь с нами в этот вечер сохрани нас в любви согласии единомыслей по слову твоему тебе же слава вслаем отцу и сына и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь во имя отца и сына и святого духа аминь второе послание петра третья глава 16 по 18 стихи как он говорит об этом и во всех посланиях апостоле павлович в которых есть нечто неудобно неудобно разумительное что невежды и не утвержденные к собственной своей погибели превращают как и прочие писания и так вы возлюбленные будучи предварены осе берегитесь чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте но возрастайте в благодати и познании господа нашего и спасителя иисуса христа ему слава и ныне и в день вечный аминь толкование павел написал об этом когда сказал благость божия ведет тебя к покаянию в послании к римлянам во второй главе 4 стихе если же долготерпение божие ведет к покаянию покаяние для нас спасительна то очевидно что долготерпение божие служит к нашей же пользе и спасению говорит неудобов разумительное что нечестивые проповедуют в извращенном смысле ибо это значит превращают представим один пример из всех этих лже толкований апостол павел сказал когда умножился грех стала при изобиловать благодать в послании к римлянам 5 20 извратители предали словам павла такой смысл будем больше грешить чтобы больше получить прощение делают они это на собственную погибель ибо как те которые убивали пророков и апостолов так и те которые превратно толкуют речи подлежат одному и тому же осуждению как их убивали те которые не желали пользы и спасения ученикам их так и речи их извращают те которые не желают чтобы кто-нибудь получил через них спасение своим утверждением называет веру в господа наконец как первое послание заканчивает молитва и так и во втором просит им возрастания в вере господней вот такое вот толкование желающие высказаться или задать вопрос пожалуйста ну вот меня на что хочется обратить внимание что вот этих людей людей которые превращают или извращают перетолковывают священное писание блаженный фифилак сравнивает с убийцами и ну пророков то есть те убивали пророков для чего они не хотели чтобы их не речи спасительные были для их учеников также и люди которые извращают писание вот у них цель такая же чтобы ученики не познали истину и естественно не получили спасение чем же они отличаются от убийц пророков и в этом смысле и тех кто перетолковывает казалось бы убийство грех более страшный но смысл у тех и других один и тот же нежелание а вернее сказать противление спасению душ человеческих вот что страшно и вот и еретики они вот перечисляются дела плоти известны и там перечисляется тяжкие грехи в том числе и ересь написано это люди которые вот перетолковывают извращают священное писание на свой лад ну вот и пример тут нам дан представьте совершенно смысл исказили то есть когда умножился грех стало произобиловать благодать истинный смысл но действительно люди стали грешить и Бог он человеколюбец и произобиловать благодать стала благодать Божию это сила от Бога которая способствует сопротивлению греха все тогда смысл понятно а они видите как о раз он так сказал значит он хотел чтобы мы больше грешили чтобы благодать больше была и грешили и учеников за собой вели в погибель может быть ну этих примеров извращений толкований то куча кто не желает привести пример пожалуйста нет желающих не знакомы с лжетолкованиями разных учений сегодняшних ну вот мне встречалось я тогда приведу пример такое толкование есть у нас организация запрещенная ныне в России свидетели иеговы и вот тоже апостол павел его слова перетолковывает он в первом послании коринфянам 7 главе говорит когда обращается к людям которые до крещения были в браке и после крещения неверующая сторона не желала или желала жить с верующей и он говорит если неверующая сторона желает жить с христианином или с христианкой то ты не должен разводиться откуда ты знаешь почему же жена не спасешь ли ты мужа то есть увещевание на то что нужно оставаться в браке для того чтобы неверующая сторона через верующую познала истину и а те толкуют не так то есть там запятую прямо не перестали откуда ты знаешь жена спасешь ли ты мужа то есть смысл совершенно другой то есть разводись ты его не спасешь откуда такая у тебя уверенность вот совершенно по-другому перетолковывают и таких лжетолкований очень много вот и у нас вот третий том сейчас мы второй проходим третий том открытым оком и вот там эти лжетолкования приводятся в том числе вот ахилиазме о тысячелетнем царстве ихние толкования когда знаешь сравниваешь с истинным толкованием и глаза открываются начинаешь понимать где где истина истина в православии именно вот то как православные толкуют а не как другие если вопросов нет то давайте тогда переходим дальше к первому посланию апостола Иоанна глава 1 стих 1 о том что было от начала что мы слышали что видели своими очами что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни толкованием это он говорит и к иудеям и к язычникам которые порочат таинство спасения нашего как позднейшие апостол показывает что оно и древнее ибо оно от начала и современно представляемому в уме началу и что оно древнее не только закона но и самой видимой твари ибо она имела начало а оно было и прежде самого начала ибо что может кто-нибудь сказать о языческих таинствах которые появились вчера и третьего дня они сопровождаемые развратом произошли поздно тогда как уже в людях жила нечистота которая разврат тот служил как бы верхом и памятником и через которую мы из хорошего состояния дошли до самой темной ночи представляя величие нашего таинства сравнительно его древности апостол прибавляет что оно есть еще и жизнь жизнь не измеряемая сроком времени но самобытная как всегда сущая у отца как и в евангелии как и в евангелии сказано и слово было у бога евангелие от рана 1 глава 1 стих слово было означает не временное существование но самобытное бытие известного предмета начала и основания всего что получило бытие такое без которого последнее и не могло бы прийти в бытие хотя и о каждом сотворенном существе говорится что оно есть например есть ангел есть небо есть солнце и прочее но собственно и совершенно есть один только сын при участии которого все приходит в бытие посему и павел говорит мы им живем и движемся и существуем книга деяний 17 глава 28 стих кто прежде слышал об этом из начального учения тот переходит к видению его не телесно но разумно и не телесными глазами но мысленными евангелие от иоанна 14 6 откроем иисус сказал ему я есть им путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня может быть сказано так и о слове сущим в начале потому что мы слышали от закона и пророков что оно придет когда оно пришло явно с плотью мы видели его и осизали ибо бога как он есть сам в себе не видел никто никогда евангелие от иоанна 1 18 бога не видел никто никогда точка с запятой единородный сын сущий в недре отчим он явил то есть явил показал бога бога которого раньше никто не видел сам себе показал и мы присоединились к явившемуся слову не легкомысленно но как уже сказано после осизания то есть после изыскания в законе и пророках мы поверили явившемуся во плоти слову мы увидели осизали не то чем оно было осизали и умственным прикосновением и вместе чувственным как например фома сделал по воскресенье ибо он был один и не разделен один и тот же зримый и невидимый объемлемый и необъятный неприкосновенный и осязаемый вещающий как человек и чудотворящий как бог так говорим мы о слове по причине теснейшего единения бога с плотью вот такое толкование вопросы идем дальше 1 иоанна 1 глава 2 стих ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь которая была у отца и явилась нам толкование рассматривали то же что видели собственными глазами и удивлялись осизали то же что исследовали связь речи такая что было от начала что мы слышали и видели и рассматривали своими глазами и что осизали руки наши о слове жизни которая явилась и которую мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам то есть вечную жизнь которая есть у отца и явилась нам и так что мы видели то и возвещаем вам апостол возвестил не так как мы во первых для краткости речи потом из неуважение к эллинскому пустословию далее чтобы показать что спасение наше не в словах но в делах наконец чтобы сделать нас внимательнейшими дабы мы находя предлагаемое удобно и как бы само собой не рассеялись сверх всего богослов хотел неясностью прикрыть то что выше нечистого слуха и чем небезопасно огласить его ибо давать святыню псам и бросать жемчуг перед свиньями матфея 7 6 не согласно со здравым смыслом вопрос игнать тихонич желаете что либо еще что я сказал в комментариях уже есть комментариях да ну да тут все такое богословское никогда в эти вопросы не вхожу понятно но и правильно 1 и она 1 глава 3 4 стих о том что мы видели и слышали возвещаем вам чтобы и вы имели общение с нами а наше общение с отцом и сыном его иисусом христом и сие пишет пишем вам чтобы радость ваша была несовершенна так она тихонич слышите меня просят звук потише сделать а то какое-то эхо или что наталья усатая пишет гнать тихонь сделайте звук тише отдается голос дважды и 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 чester и и и и и и и Мы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Что же именно? То, что жизнь, будучи вечной, явилась нам, и мы были очевидцами ее и до креста, и после воскресения. Ибо один и тот же и приключен был плотью ко кресту. И вскоре воскрес той же плотью. Еще раз читаю. Ибо один и тот же, с большой буквы слова, один и тот же, и пригвожден был плотью ко кресту, и воскрес той же плотью. А какая вам, говорит, польза от того, что мы возвещаем вам это? Та, что как через Слово мы принимаем вас в общники, виденного и слышанного нами, так мы имеем вас общниками и Отца, и Сына Его, Иисуса Христа. А получив это, мы, как прилепившиеся к Богу, можем исполниться радостью. Ибо когда мы в общении с вами, то испытываем величайшую приятность, подобную той, какую радующийся сетель доставляет жнецам при раздаче платы, когда и они радуются тому, что их трудами наслаждаются другие. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы ложем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Толкование Апостол опять возвращается к прежней речи и объясняет, какое он слышал благовестие, именно следующее. Бог есть свет, и тьмы в Нем нет. От кого это слышал Он? От самого Христа, который говорил, Я свет миру. Иван Гелетана 8.12. И еще. Я свет пришел в мир. Иван Гелетана 12.46. Итак, Он есть свет. И тьмы в Нем нет. Но свет духовный, привлекающий очи души к зрению Его. А от всего вещественного, отвращающий и возбуждающий стремление к Нему одному, с самой сильной любовью. Под тьмой, разумеет, или незнание, или грех. Ибо в Боге нет ни незнания, ни греха, потому что незнание и грех имеют место в веществе и в нашем расположении. Если же сказано, мрак сделал покровом своим, Псалом 17.12, то сказано, что сделал тьму, а не есть тьма. Как сказано, есть свет. Ибо полагающий и полагаемое не одно и то же. Итак, здесь тьма означает наше незнание о Боге, по причине его непостижимости. А это незнание наше есть, а не Божие. Ибо иному предается нечто такое, чего нет в нем. Не для него самого, но для кого-нибудь из имеющих отношения к нему. А что апостол называет тьмой грех, это видно из евангельского излечения его. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие Трана 1.5. Где тьмой он называет нашу греховную природу, которая по своей склонности к падению уступает завистнику нашему дьяволу, увлекающему к греху. Итак, свет, соединившийся с нашим существом, весьма удобо уловимым, стал совершенно неуловим для Искусителя. Ибо он не сделал греха. Исайя 53.9. Итак, когда мы принимаем вас в общники с Богом, который есть свет, а в этом свете, как показано, не может быть тьмы, то и мы, как общники света, не должны принимать в себя тьму, чтобы не понести наказание за ложь, и вместе с ложью не быть отторнутыми от общения со светом. Посему, держась общение друг с другом, то есть с нами и со светом, мы должны поставить себя непобедимыми для греха. Но как это будет, когда мы прежде погрязли уже во многих грехах? Ибо никто, любящий истину и старающийся быть истинным, не осмелится сказать, что он безгрешен. Итак, если кем овладевает это опасение, тот пусть не унывает. Ибо кто вступил в общение с Сыном Его, Иисусом Христом, тот очищен кровью Его, пролитой за нас. Примечай, что по причине теснейшего единения называют Его Сыном Отца, и потому, что воспринято им от нас. Ибо кровь, без сомнения, принадлежит нашему естеству, а не Богу. И история, очевидно, безумен и нечестив, когда отделяет плоть от Сына и не позволяет называть Матерь Его Богородицей. Нужно знать также, что вся мысль этого изречения не спровергает и хулу и иудеев, которые говорили, «Мы знаем, что человек тот грешник». Евангелие от Иоанна 9.24. Итак, говорит, «Если мы творим дела света, то мы в общении с Ним, а если не делаем их, то мы чужды Ему. И как же Он не свет истины и не безгрешен совершенно, когда к злодеям причтен был за вас?» Исайя 53.12. Итак, «Если мы, кричавшие некогда, кровь Его на нас и на детях наших, Матфея 27.25, бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то мы обманываем самих себя, как будто распять Христа не грех». Апостол же сказал, «Мы лжем, но...» Вы простите, «Апостол не сказал, мы лжем, но обманываем себя, потому что обман вне истины. Если же сознаем грех и исповедаем, он простит нам». «Вопросы?» «Дополнения?» «Комментарии?» Ну, на что здесь хочется обратить ваше внимание? Вот то, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, с этим все соглашаются. Но впереди два условия стоит. Это конец предложения. Какие же эти условия? Вот она. «Если же ходим во свете, подобно как он во свете». Вот сайт нас называется «Во свете Библии». Библия есть Слово Божие, Христос есть Слово. С иными словами «Во свете Христа» можно так перефразировать, «В Христовом свете». То есть мы ходим, если мы в этот свет погружаемся, изучаем, впитываем в себя этот свет Слово Божие, то да, мы ходим во свете подобно как он во свете. И второе условие. Имеем общение друг с другом. Вот, Наталья пишет. И имеем общение друг с другом. А имеем ли мы все друг с другом общение или нет? Вопрос. Вот и задавайте вопрос. Как? Имеем общение друг с другом или нет? Вот прохожане есть такое понятие, которое вот пришел, отстоял и все. Они друг друга не знают и не общаются друг с другом. Ну, а если так вот рассуждать, то и не очищает кровь Иисуса Христа. Слово Божие не любят, не читают, не знают, не погружаются. А исповедуются, прочищаются, только вот очищает она их или может быть они в осуждении кровь эту принимают. Согласно Слову Божию получается, что вот нет никакого очищения. А кто не любит Господа, Марана, Фа, Анафима, Слово Божие. Кто отвращает ухо свое от слушания закона, то и молитва, мерзость. Человек может ходить в храм, исповедаться, прочищаться, а Слово Божие не любить. Проклят он. Ну, вот здесь как бы под вопрос такой есть выражение темный человек. Это значит необразованный или грешный. Но кто тут образованный, слово образованный откуда произошло? Человек создан по образу и подобию Божию. Он необразованный, то есть нет в нем образа Божия. Он и темный и грешный соответственно. Нет в нем Христа, нет в нем Божьей искры и Духа Божия. карту сказать. Ну, вот Наталья просит, каждый пусть сам себя спросит, имеем ли мы общение друг с другом или не имеем. вот, по милости Божией есть интернет. Мы в разных уголках земного шара находимся и имеем возможность общаться. Телефон есть. друг с другом. Каждый живет в мире этом грешном и прелюбодельном. Конечно, есть там мир враждебен для нас и с этими врагами Божьими приходится общаться с безбожниками. Необходимость такая все равно. А вот друг с другом общение. А зачем оно? Почему апостол Павел здесь указал, что именно вот общение друг с другом? Кто может сказать? Процитирую и отца Якима Парова. На сто процентов говорит, уверен однозначно, что Евангелие можно исполнить только в общении христианской. Ну, то есть, вот это и есть общение. Да. Вот община, да, то есть, там вот корень общая и общение тоже. Общение, община, конечно, община это не от слова общения произошло слово, но однако. Вот. И крещение, оно переводится всегда погружение, там, но в русском языке крест, тоже, великий, богатый русский язык. Вот. Ну, вот такое утверждение, только в общине. Ну, церковь, она и есть собрание людей. Господь создал церковь. Это не просто здание какое-то. что-то. Вот. 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 у меня что-то выкинуло и и и и и и и Искорбло. Но, видите, пророчество было, и с вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. А стада-то и нет никакого, нет общины-то, видите. Пастырь. Увидит волка и бежит. Наемник не пастырь. Нет вот этого, вот, конечно. Они уже не наемники, они уже прямые волки. Они уже даже не наемники, а разбойники. Ну, пираты, разбойники – тождественные слова. Синонимы, можно сказать. Да, да и во времена Христа говорили, сели на Моисеевом седалище. То есть, никто их не садил, они сами сели. Сталин и Берия образовали эту структуру. И симфонию с безбожной властью заключили. И до сих пор вот это вот, как бы, идет. Власть нынче, конечно, не такая ярая, безбожная. Вот. Как раньше. То есть, проповедовался атеизм, Бога нет, там храмы рушились. Но, сегодняшнее состояние у этой власти, не побоюсь сказать, оно опаснее, чем тогда. Тогда все понимали, что это волки. То есть, они боролись с христианством. И все знали, что это атеисты, что они открыто. А сегодня это волки в овечьих шкурах. То есть, они под... Подрясы у них в погонах, так скажем, государственные. И многие им верят, потому что они личину священника на себя одели. И думают, что это вот поп. Пастырь овец православных. На самом деле, он никакой не пастырь. Да. Да, включить. Хорошо. Ты сам-то присоединяйся к тебе, что-то. Что-то интернет в последнее время. Часто с болью дает. Так. Ну. Разобрали этот стих. Первая Иоанна, первая глава, седьмой стих. Еще раз его зачитаю. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И далее, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. В другом месте, уже разбирали это раньше, но кто новенький, есть такое местописание, что рожденный свыше не грешит. А здесь, кто говорит, что не имеем греха, значит обманываем себя так. Грешит или не грешит, уже разбирались это. Не один раз. Опять вот это противоречие. Кто может еще раз для новеньких, ну и для себя освежить в памяти. В чем здесь, казалось бы, противоречие и как его обойти. Кто может сказать. Там, где говорится, что рожденный от Бога не грешит, это когда человек не делает осознанно греха. То есть он уверовал, он принял Христа, и он уже знает, он боится Бога. Если он совершит грех, значит, что он согрешил. Можно? Меня слышно? Да, брат, тебя слышно? Наталья, ты все сказала? Да, что не делает осознанно греха. То есть речь говорит об осознанности. А вот, который сейчас прочитали, если не имеем греха, обманываем самих себя, что здесь имеется в виду? Меня слышно? Тебя слышно, да. Здесь нужно разговором начать о первородном грехе. Во грехах родила меня мать моя, мы всегда грешны. Ну, а дальше начинайте разбирать. Мы всегда грешны, то есть грешны в прошлом, да? Ну, мы не можем не быть грешниками. Един Господь Иисус Христос, который без греха. Все остальные с грехами. Поэтому у нас есть священники, которым Христос дал власть и силу благословлять нас, когда мы искренне каемся или проходим эпитемию, то есть наказание церковное, духовное. И тогда Господь очищает нас. Но это только до поры, до времени. Пока опять не пройдет какое-то время, опять мы грешники. Невозможно от всех грехов нам никак избавиться. Первородный грех, он действует. Но милостью Божию он дал нам рождение свыше, и мы это понимаем, осознаем. Поэтому есть и церковь, и институт священства, и все остальное прочее. Почему так московская патриархия правит бал на этом? Каждый день литургии служат. Вообще про литургии нет ни одного слова в Слове Божьем, в Новом Завете. А они каждый день, и могут по несколько еще, и три притвора, и в каждом через час или одновременно идут литургии. И все потому, что человек грешен, вот надо будет литургия, все, значит, давайте сюда на исповедь. Даже субботы не надо человеку. Прямо тут же, в воскресенье, тебя исповедует священник, ты там свечечку подашь ему, или там какую денежку за это исповедание, при такой толпе, которая за тобой стоит. Все равно кинул Петрахиль, подходи к чаше. Кто не причащался, кто не причащался, выходят, чашу поднимают над головой, кричат громко. Вот на этом все основано, вся религия, так называемая, сегодняшняя. Да, правильно замечено, о римлянам 7.14. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. То есть первородный грех, имеется в виду склонность к греху. Природа наша падшая греховная, она склонна делать грех. Я еще хотел вспомнить, там вот я смотрел у Вячеслава, когда были занятия, вот там как раз участвовала тоже и сестра вот, и там вы говорили о том, что когда живой будет человек, нужно было начинать вам говорить не там, когда он будет живой, там или сегодня он, или это после смерти будет, там весь в вечности. Нужно было говорить о рождении свыше, то есть о воскресении первом нужно было говорить вам. А вы даже не вспомнили об этом. Я давно хотел сказать, это уже не знаю, может месяц, полтора прошло как. Я хотел сказать, что вы не в ту сторону пошли рассуждать. И о воскресении первом вообще не вспомнили. То есть о рождении свыше, о первой любви. А такая тема прекрасная была. Но я уже в записи слушал, поэтому... Ну так вот, отклонение такое. А что-то никто в рассуждении-то не участвует. Север, ты вроде пригласил, Наталья одна вышла, и что-то никто больше. Вопросы, может быть, есть, кто-то не понимает что-то. Еще есть грехи к смерти, а есть не к смерти грехи тоже. И об этом здесь тоже можно напомнить. Есть смертные грехи. Всего семь различных грехов, самых крупных, которые у нас существуют. Там уныние, печаль, убийство, блуд, и так далее. Там ложь, и так далее. Все это. Семь очень грехов. И среди них есть смертные грехи, среди всех. А есть грехи не к смерти. Ну, то есть, не к смерти, за которые молиться надо, это не значит, что ты можешь их делать потихонечку. Как в житиях святых написано, что подошли две женщины, одна большой грех совершила, а другая, там, говорит, а я вообще так по мелочам только. Ну, и святой отправил их, говорит, ты иди, говорит, принеси, говорит, один какой-нибудь камень, а ты иди, пойди мелких принеси. Они принесли их, говорит, а теперь идите назад положите. И та, которая большой, легко положила его в этот, в ямку, из которой взяла. А та, которая мелких насобирала камушков, она говорит, а я не знаю, куда их класть. Я же, ну, так просто никаких следов не остается. А однако это грехи. Так что это тоже грехи-то могут накопиться, и все это будет твоя смерть. Не успеешь не покаяться, ничего. Ну, и вообще это не даст тебе дальше развития духовного. А нужно же переходить от веры в веру. Вот сейчас мы одни, после этих занятий мы уже другие. У нас больше друзей появятся во Христе. Нам будет что рассказать родным, близким. И, может быть, это сегодняшнее занятие послужит кому-то к такой пользе, что человек спасет душу кому-то. Ну, вот Наталья говорит, что на Ривле на 7.19 «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть она пишет, что это говорится о людях, которые не уверовали еще и живут во грехах, не познавших Христа. А где она это толкование взяла-то, откуда-то? Новый Завет конкретно разделяет людей на верующих и неверующих. Новый Завет – это как раз обращение к людям, которые уверовали. Возьмите послание к римлянам, к орифинам, послание к верующим людям. Да к любым ферсалоникийцам, киту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова